Народ, всем привет! Пришло время сделать чего-нибудь вкусненького и сегодня это будет в очередной раз сыроверная колбаса. У меня уже есть видео на эту тему, но я немного изменил рецепт и колбаса получается намного вкуснее и интереснее. Поэтому пришел поделиться рецептом. Надеюсь, он вам понравится. Значит, что мы будем использовать? Мы будем использовать приблизительно килограмм телятины, приблизительно килограмм чуть больше 1,1 кг свинины, тут 900 грамм, тут 1,1 кг и приблизительно грамм 200 обычного сала, не совместного, свежего. Также из приправ, что мы будем использовать? Значит, соль нитритная 2% от массы, то есть приблизительно в районе 38 грамм, потом обычная поваренная соль, порядка 5-7 грамм, не знаю, 2 чайные ложки мускатного ореха, 1,5 чайные ложки паприки молотой, теперь по остальным приправам. Немного молотого чеснока сушеного, около 2 грамм маленькая красная горка, около 2 грамм красного острого перца, щепотка зверя, около 5 грамм смеси разных перцев молотых, свежемолотых, пожитник и немножко корицы. Все. Ну и немного красного арома добавим. Ну что, давайте замешаем все. На самом деле, как всегда, ничего сложного нету. Первое дело, что мы делаем, насыпаем все наши приправы в нашу емкость, которую мы будем. Теперь по классике жармара. Значит, смотрите, отличие от предыдущего моего рецепта в том, что, ну, во-первых, другой состав приправ, во-вторых, мясо. Мясо в этот раз я не молол ни на мясорубке, ни в комбайне, а нарезал на такими кусочками, то есть у нас колбаска будет типа рубленая. Это первое. Точно так же с свининой. Давайте покажу. Свинина тоже мелко нарезанная, мелкими кусочками. Все. Вот мы вымешали приблизительно. Теперь не церемонясь. Наши тарелочки я никогда не убирал с приправами. Все. Мы убираем тарелку. И теперь наша задача вымешивать. Я сейчас вымешиваю руками, потому что мне так больше нравится. Процесс вымешивания происходит лучше, нежели там какой-то лопаткой, еще чем-нибудь. На дно все. Мне кажется, что я уже вымешал полностью и качественно наш фарш для колбасы. Он должен настоять. Чеснока много не добавлял, потому что хочу, чтобы мускатные ноты играли основной. Основное свино, основной запах, скажем так. Мему нравится мускат в последнее время. Значит, что мы еще делаем. Я говорил про азон, так оно и есть. Значит, сколько мерить я не могу. Ну, тут, наверное, миллилитров пять в крышке. В общем, два раза по крышке я наливаю и вперед. Раз. И два. Все, ромы можем убирать. И наш фарш практически готов. Все, теперь мы убираем фарш на некоторое время в холодильнике. Ну, я обычно убираю на несколько часов, чтобы он остыл, чтобы напитался, чтобы нитридная соль начала как-то действовать, отступила в реакцию, начала напитывать наше мясо, чтобы оно у нас вот красочное. Все, вот так вот я сейчас затяну его пленочкой, оставлю в холодильнике на несколько часов и тогда уже набью. Ну, в принципе, я думаю, я этого показывать не буду. Покажу уже набитую колбасу, чтобы не терять ваше время. Итак, фарш простоял часов пять-шесть. Сразу прошу прощения, на фоне работает посудомойка. Все, сейчас я его буду закладывать в коллагеновую оболочку. Коллагеновую оболочку, видите, вот такой вот прекрасный цвет фарша. Тоже, надеюсь, будет виден. Запах очень-очень ароматный, очень приятный, очень вкусный. В общем, когда набью все в оболочку, то есть, сделаю всю колбасу, покажу вам небольшую зарисовку. Ну и уже дальше будет видео о том, как колбаса вялится. Продолжаем. Итак, в общем, получилось вот таких вот три колбаски. Две из них где-то грамм по 800 и одна грамм на 600. Цвет вы видите, специально показываю на фоне белой тарелочки, чтобы было нормальный баланс белого. Вот такая вот структура колбаски. Набивал вручную, шприца еще нету. Набил вручную. Ну, в общем, вот в таком вот виде, значит, смотрите. Не просто положил на тарелку, а снизу под тарелкой у меня лежат палочки, чтобы колбаска проветривалась. И вот в таком вот состоянии я положу эту колбаску в холодильник. Ну и вы уже увидите либо промежуточный какой-то результат через несколько недель, либо уже конечный. Посмотрим, как будет происходить все это дело. Ну что, продолжаем. Итак, всех приветствую на своем канале. Прошло приблизительно две недели с момента того, как я приготовил нашу колбасу. Давайте покажу вам видео, как она выглядит. Колбаски осталось уже две. Третья была успешно приматизирована. И, в общем, я понял, что надо снимать видео, потому что еще чуть-чуть и снимать будет нечего. Вернее, будет что, но ждать придется слишком долго. Значит, колбаска высохла намного быстрее, нежели предвиделась. Дело в том, что сейчас отопительный сезон, работают батареи и в кухне у меня намного суше воздух, нежели предполагалось. Поэтому колбаса, как вы видите, высохла, подвялилась до хорошего состояния. То есть, она не является каким-то там куском сухаря. Она в меру упругая. Дело в том, что колбасу, в принципе, можно заверить до любого состояния. До состояния чуть ли не суджута, но есть ее будет совсем не комильфо. Это не та колбаса. И, как по мне, более твердая колбаса, это должна быть такая, как у меня есть на моем канале, более соленая, более насыщенная приправа. Это такая лайт-версия, которая очень такая вкусненькая, вкусненькая и быстренькая, как я называю. Быстро съедается и, в принципе, быстренько созревает. Как вы видите, здесь блеск на внешней стороне, на коллагеновой оболочке. Значит, этот блеск, это обычно я каждые два-три дня, чтобы никакие неможки, ничего не происходило. В общем, с нашей колбасой я раз в два-три дня просто, и чтобы колбаса снаружи не было чего-то мягкой, чтобы равномерно как бы вярилось и отдавало влагу, я протирал обычной салфеткой бумажной смоченной, либо в растительное, либо в оливковое масло. Все очень просто. Два-три раза я это все сделал. Наверное, забыл. Два-три. Где-то даже вот здесь вот проступали. Высовы, но это, в принципе, я же говорю, вытирается салфеткой. Ну что, народ. Сейчас давайте разрежем. Разрежем нашу колбаску и посмотрим, какая она получилась внутри. Задокументируем, скажем так, начинаем с самого. Кстати, у меня спрашивали, сразу отвечаю. Вот эти вот, вот так вот, наверное, будут, вот эти вот какие-то выемки на колбасе, это следы, и вот здесь вот видно будет, это следы под палочкой, на которых лежала данная колбаса. Все. То есть, если колбаса у вас будет подвешена вертикально, то вот таких вот вмятинок не будет. Ну что, давайте разрежем, посмотрим, какая она получилась внутри. Ну, вот смотрите, вот такой вот, не знаю, будет, видно, не будет, видно. Освещение сейчас не идеальное. Цвет равномерный. По вкусу и запаху тоже вроде как все супер. Единственное, что длинтовато. Вот такие вот кусочки. Ну давайте я сейчас нарежу колбаску и тогда будет полностью понятно, какая она из себя. Значит, я уже сказал, что их осталось две, третья уже ушла, третья уже активно съедена. Значит, ребята, то, что хочется отметить и то, что важно, да, при приготовлении колбасы, моя рекомендация. Дело в том, что я не первый раз делаю с рубленым мясом, но вот хочется посоветовать, такой дать совет. Вот я попробовал треть где-то фарша попробуйте еще смолоть предварительно в мясорубке или в комбайне до состояния пасты или каши и добавьте в рубленое мясо. Либо же очень долго и хорошо, если есть большой кухонный комбайн, мощный, который может вымешать сразу тесто там несколько килограмм, вот закину туда фарша несколько килограмм. И чтобы он хорошо минут 10-15 его промассировал, чтобы расслоилось мясо, расслоилось на отдельные, как бы так сказать, ниточки, не знаю как это все назвать. Либо же одну треть просто хорошенько миксером или блендером измельчить и добавить фарш, чтобы оно было просто как связующая часть. Все, ничего сложного нет, вот так вот, смотрите, выглядит наша колбаска. Ничего, ничего космического, простая колбаса, вид очень-очень приятный. Запах, конечно же, не такой, я честно признаюсь, что я люблю колбасы более твердые и колбасу более насыщенными приправами, кто-то говорил. Кто-то там даже не в комментарии пришел, что слишком много приправ в прошлой колбасе, но я люблю с приправами. Вот такая вот колбаска, давайте вот посмотрите, как она выглядит, жалко не могу дать попробовать. В принципе это все, сейчас я сделаю ряд несколько фотографий ближним планом, чтобы вы могли рассмотреть структуру мяса и как она выглядит, но поверьте, уже запах такой стоит, что можно слюной подавиться. Народ, у меня тут подспела, кроме этой колбаски, еще и очередная партия галиновой телятинки. Вот такая вот, красавица телятинка в этот раз получилась, вообще обалденная. Давайте я вам нарежу, покажу как она выглядит, просто шикарно. Нижний вид просто обалденный, мечта, мечта, наверное, любого вялещика мяса. Вы посмотрите на эту красоту. Вот так выглядит вяленое мясо и вот так выглядит наша колбаска. В общем, народ, вот теперь действительно ставим лайки и подписываемся на канал. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч. Как оказалось еще не конец, я решил сразу ответить или дать некоторые ответы на вопрос, как хранить бекон, колбасу, вяленое мясо. Значит, открытую колбасу или давайте с бекона. Бекон я делаю несколько кусочков всегда, один кусочек я замораживаю, один кусочек у меня всегда просто становится в плавильнике на тарелке. Все, как бы, хранение достаточно простое. Надо достал, порезал, использовал все. Из морозилки точно так же достал, либо нарезал замороженным, либо же использовал, либо же разморозил и используешь по назначению. Колбаса. Так, что закрыта, вот она у меня, я ее очень люблю, с янца снаружи намазана, протерта бумажной салфеткой с маслом. Этого вполне достаточно, чтобы хранить в холодильнике пару недель. Ну, можно раз недельку его смазать, опять, на бумажной салфеточке, смазать бумажной салфеточкой маслом колбасу и ничего с ней не произойдет. Теперь давайте поговорим по поводу начатой колбасы. Ну, начатой колбасы дома лежать однозначно не будет. Но, если уж так хочется, то я использую пергамент, обычный кухонный пергамент. Он самодостаточен, но, если вы переживаете, что колбаса засохнет, можно вот так вот капнуть буквально совсем чуть-чуть оливкового масла. Оливкового или растительного намазать вот эту часть, например, да. Зря я это, конечно, делаю в том смысле, что у меня долго лежаться не будет все равно. Теперь давайте поговорим про мясо. Уберем колбасы. Мясо, ничего сложного, все абсолютно то же самое. Вот вам готовый кусочек. Можно положить на тарелку, либо же какой-то камашек. Можно в два слоя замотать в пергамент. Никаких абсолютно проблем я не вижу. И в таком состоянии может оно храниться 2-3 недели. Если вам понравилось видео, не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Всем спасибо, до свидания и до новых встреч.